День здорового питания Если рассказывать всё-всё, потребуется очень много времени, вот на самом деле в рамках данного интервью можно лишь будет задать людям некий правильный вектор, чтобы человек задумался, туда ли он движется, либо совсем не туда. Ну вот для начала, да, если серьёзно, правильное питание – это только отказ от фастфуда? Вот я в день не поела пачку чипсов – это уже правильное питание, можно считать? Вот смотри, некоторые люди говорят, вот типа, я не ем там сахар, я молодец, значит я на правильном питании, или там я не ем фастфуд вообще, значит я молодец. Но на самом деле намного будет лучше, если тот же человек будет, допустим, системно соблюдать ряд правильных прописных истин, доедать свою физиологическую норму белка, каждый день съедать там своих 80-100 грамм из качественных источников белка. Будет у него достаточное количество клетчатки в рационе, то есть самое важное, которое очистит наш организм от шлаков, токсинов, то есть самое важное, которое является питательной средой для нашей микрофлоры. Этот человек будет съедать хорошие качественные жиры, потреблять омега-3, которые так вот цены исследованы во всём мире, и они действительно необходимы организму. И при этом этот человек будет, ну, в какой-то степени иногда нарушать свою диету, так сказать, съедать иногда фастфуд, там, мороженка, сахар. Это не запрещалось. И это будет абсолютно ничего страшного при соблюдении общих вот таких классных правил, которые держит человек. И можно будет говорить о том, что человек движется в сторону здоровья, и всё замечательно. То есть, допустим, 80% его питания достаточно чистые, и 20% это какие-то отступления, которые, так сказать, его триггерные продукты, которые он любит, нравится, и без которых человеку было бы совсем скучно и грустно жить в этом мире. И это замечательно. То есть я именно даю такой гибкий подход людям, что они могут вписать в свой рацион какую-то порой неправильную штуку, но при этом человек должен соблюсти ряд вот ключевых принципов. Да, есть белок, да, есть клетчатку, были качественные жиры и так далее. И намного будет хуже, если тот же самый человек испытывает дефицит вот этих ключевых нутриентов, но при этом он такой молодец, не ест сахар или там не ест фастфуд. Но он системно находится в дефиците по белку, у него нет нужной той самой клетчатки, которая, допустим, кормит микрофлору кишечника, нету хороших качественных жиров. И, конечно, такой человек будет вообще находиться в перекошенном рационе. А что тогда есть, чтобы сказать, что вот я правильно питаюсь? Что тогда есть? Ну, на самом деле вопрос такой глобальный, что тогда есть? Вот смотри, есть клетка человеческого организма, да, которая состоит вот менее чем на 1% из углеводов. И мы состоим очень на большой процент из белка, из минеральных солей, из воды, жиры нужны тоже, да, в производстве там клеток наших. И первостепенный тот макронутриент, с которым стоит всегда разобраться, и с которым я учу разобраться человека в первую очередь, это количество потребляемое в день белка. То есть мы должны потреблять должную физиологическую норму по белку. Ну вот давайте прямо вот конкретно примере, сколько условно яиц или грамм мяса я должна съесть, чтобы вот белок у меня был в норме? Ну смотри, в среднем цифры, которые адекватны, которые рациональны, тот самый некий золотой стандарт по последним научным данным, все гуру диетологии говорят именно об этом, ну какие-то цифры в среднем 1,6-1,8 грамма на килограмм массы тела. То, что говорит нам Минздрав, ничтожный 0,8 граммов, это уже старые рекомендации, ну как бы не совсем правильный 0,8, это тот самый ничтожный минимум, я бы так сказал, от которого уже начнутся в организме проблемы. То есть адекватная норма по белку в среднем будет от 1,2 до 2 грамм на килограмм веса тела, в зависимости от того, какой перед нами человек, насколько он физически активен, какой процент в теле у него скелетной мускулатуры, ну понятно, мужчина-женщина, возраст и так далее. То есть от 1,2 до 2 грамм белка человек должен съедать. Если масса тела твоя сегодня 50 килограмм, ну в идеале ты должна съесть 70 хотя бы грамм белка, 80 в день. Из хороших качественных источников. Хорошими качественными источниками мы называем именно белки животного происхождения, потому что растительные, они неполноценные. По поводу растительных белков можно сказать следующее. А что такое растительный белок? Ну допустим, это горох, фасоль, чечевица, да, то есть какие-то вот растительные источники. И кто-то может сказать, ну как бы, я потребляю растительный белок там, и вот получается у меня этих там 70 грамм в день. Но важно не просто дать 70 грамм белка, а важно давать организму нужное определенное соотношение этих аминокислот. И очень важно, чтобы в каждой порции белка, который ты потребляешь в течение дня, было достаточное количество важной аминокислоты, которая называется лейцин. И вот этот лейцин содержится именно в животных источниках в должном количестве. Если ты съедаешь, к примеру, за раз порцию белка, 20 грамм допустим, что такое 20 грамм белка? Ну, 100 грамм курицы будет содержать как раз 20 грамм белка. Например, да, 100 грамм говядины будет содержать 20 грамм белка. Одно яйцо содержит там 6-7 грамм белка. Ну, то есть, если ты съедаешь за раз порцию 20-25 грамм белка, то как раз в этой порции будет содержаться 2-3 грамма вот этой важной аминокислоты лейцин, которая служит неким ключом зажигания важного в организме процесса белкового синтеза, белковый мышечный синтез. И этот процесс мы должны подстёгивать достаточно, как бы, в идеале равномерно в течение дня для того, чтобы процесс синтеза в организме превосходил процесс распада. И для того, чтобы медленнее стареть, лучше себя чувствовать, иметь высший иммунитет, для того, чтобы люди с возрастом лучше сохраняли свою скелетную мускулатуру, активную клеточную массу, нужно стремиться делать так, чтобы белковый этот синтез превосходил белковый распад. Понимаешь, да? И как бы распад — это нечто, не что-то страшное, как добро и зло, чёрное и белое. Это два процесса. Но если человек не заморачивается вопросами питания, не следит за этими белковыми порциями, не знает, сколько он потребляет, то, скорее всего, примерно процентов на 30 процессы распада превосходят процессы синтеза. И что мы получаем? Человек со временем был красивый, а потом из девушки превращается девушка в женщину, а потом уже женщину с лишним весом, и человек иногда смотрит, а паспортный возраст не совсем соответствует действительности, а хотелось бы выглядеть лучше, а мышцы куда-то пропали, хотя раньше были. Ну, то есть, и вот эта вся история завязана на том, сколько белка человек потребляет. Вот это первая задача. Правильное питание. Оно для всех или всё-таки есть какие-то ограничения? По здоровью лучше? Ну, смотри, правильное питание для каждого человека оно своё. Если, допустим, ты говоришь про ограничения по здоровью, то у человека может быть какие-то проблемы с ЖКТ. Ну, к примеру, какие-то есть там, да, язвы, гастриты, там, я не знаю, что-то ещё. Ну, такому человеку показаны, допустим, там, тушёные овощи вместо сырых, потому что у него… И каждый как бы под свои там особенности организма может, ну, пристреливаться, какие-то определённые рекомендации соблюдать, но тем не менее, что с чем мы разобрались? Первый шаг – разобраться с белком. Если человек не ведёт счётчик калорий, никогда не этим не занимался, не считал, не следил, то я скажу, в среднем, ну, проведя уже сотни живых лекций, вебинаров и всего-всего, статистика такая, в полтора-два раза человек не доедает ту самую нужную норму белка, про которую я говорил. Если он не доедает её неделю, ничего страшного, но если это происходит месяц, год, пять лет системно, со временем начинает человек получать не то, что хочет получать. Так или иначе, читаешь статьи на эту тему о правильном питании, и везде говорится, что правильное питание – это разнообразное питание. Безусловно, да. То есть у тебя на завтрак должно быть что-то одно, на обед что-то другое, и в среднем на ужин что-то третье. Но в нашем режиме соблюдать это очень сложно, потому что, когда приходится работать, ты вот что на обед поел, то и на ужин поел. Ну, не всегда. Как здесь, как вот здесь вот это сложно? Может быть, продумать на будущее, как бы, если ты знаешь, что это такой сложный день завтра, может быть, что-то взять с собой? Ну, или… Я считаю, что нет. Вопрос, как бы, просто задаться целью. Кто-то, если говорит, там, о, это дорого, да? Кстати, вот в самом деле… Дорого правильно питаться. Да нет же. На самом деле, как бы, вопрос перераспределения твоего семейного бюджета. Но на самом деле, колбаса с печеньем тоже денег стоит, тоже. Алкоголь очень немало стоит денег, хотя человек его, там, как бы, не исключает из рациона. Ну, к примеру, вопрос твоего просто перераспределения бюджета. Есть, как и дорогие источники белка, тебе не заставляет никто питаться, там, креветками, да, то есть, или, там, морепродуктами. Свари яички. Ну, как бы говоря, эталонный белок, который диетологи сравнивают с другими источниками, как некую идеальную матрицу, он максимально дешевый, там, творог недорого стоит. Ну, к примеру, то есть, вариантов масса, вопрос, как бы, осознанности. Когда человек дошел до этого, говорит, да, я хочу, мне пора, я чувствую. Чем, конечно, раньше человек доходит до этого, тем лучше. А сколько раз надо есть, чтобы вот придерживаться? На самом деле, тайминг приема в пище – это очень индивидуальная история и не принципиальная. Самое главное – это вопрос конечной итоговой калорийности человека в течение дня. И самое важное – это вопрос правильного распределения из этих калорий, белков, жиров и углеводов. Вот, и смотри, то есть, есть люди, допустим, которые питаются часто и дробно, ну, как я. То есть, мне комфортно, у меня большой процент, там, скелетных мышц на теле, я много трачу, весь такой активный. И мне комфортно, если я небольшими порциями ем пять раз в день. Я постоянно заряжен на энергии, постоянно, как бы, мне хорошо, настроение. И стоит мне пропустить, ну, когда голод начинает доминировать, у меня портится настроение, я становлюсь вялым. Ну, как бы, мне вот, вот это подходит мне такой режим. А есть люди, которые могут себя намного лучше чувствовать более в другом варианте, когда редкие и укропненные приемы пищи. И, как правило, допустим, тучные люди, они едят до, прям, механического растяжения желудка, когда уже человек вот так сел, отвалился на спинку стула после приема пищи, говорит, все, они влазят, не могу. И, как бы, полные люди, да, тучные, они едят именно так. И если ты такому человеку, который, там, ставит задачу снизить массу тела, а таких нынче очень много, процентов 80 людей все-таки хотят не набрать, а какие-то килограммы реализовать, размажешь эти калории, которые ему там будут показаны для похудения, да, которые его провалят в дефицит, на 5 приемов, то он за эти 5 приемов, ничтожно маленьких, ни разу не наестся, будет все время в каком-то состоянии недоедания, повышенном чувстве голода, и потом в итоге скажет, да нафиг мне эта диета, лучше я буду толстым и добрым. А если ты ему дашь редкие, укропненные приемы пищи, которые как раз дадут ему это механическое растяжение, и потом действительно не хотеть есть 3-4 часа, это будет его верная тактика. Давайте вот у нас будет немножко от вас эксклюзив, вот распишем, например, на примере, да, прям вот день правильного питания, вот что бы мы выделили? Смотря кому, перед нами девочка, 50 килограмм, как вы, стройная, красивая, которая, допустим, не ставит цели задачи снижать какой-то жир, а просто как-то изменить свою... Поддерживать форму, может быть, да? Да, или перед нами там мальчик, 150 килограмм. Вот девушка решила поддержать форму. Вот утром что она должна съесть, в обед что должна съесть? Смотрите, мы проговорили первый шаг о белках, насколько важно их доедать. Если мы начнем этим вопросом заморачиваться, вот эти 1,6 грамма, многие могут сказать, ничего себе, сколько это, я столько не съем. Но опять же вопрос системности действия, если ты начнешь это делать, потом у человека достаточно эта норма влазит, он говорит, мне абсолютно комфортно съедать столько белка. В общем, я бы хотел от тебя видеть 3 крупных белковых приема пищи в течение дня, чтобы в каждом приеме было 20-25 грамм белка за раз и выше из животных источников. Допустим, это некая яичница сильных, где там кусочки индейки, грудки на сковородке, залиты яйцами, все это с овощами, с болгарским перцем, там с кабачком. Вот такая вкусная штука с тертым сыром, вот такая яичница, белково-жировой завтрак с овощами, который даст тебе хорошее насыщение на 3-4 часа. Обед, к примеру. Я не знаю твой образ жизни, ходишь 4 раза в неделю на тренировки, либо ничего ты не делаешь, если работа сидячая, стоячая, уровень активности, и количество углеводов в рационе человека зависит именно от того, насколько человек, какой образ жизни ведет. Так вот, допустим, мы с ним говорим про обед, пусть это будут какие-то сложные углеводы, к примеру, я топ круп называю, это гречка, перловка, овсянка, это те самые полноценные злаки, которые богаты витаминами группы В, и в них много минеральных веществ, и много клетчатки, и так далее. А страны Юго-Асточной Азии, к сожалению, не от хорошей жизни едят рис. Белый шлифованный, голый полисахарид, потому что у них другого ничего не растет. Ну, то есть это бестолковый источник энергии, который дает мало полезного. У нас вот с этим все полный порядок. Какая-то крупа, какой-то кусок белка, допустим, говядина, в обед прекрасная история, надолго насыщает, девушки ежемесячно железо теряют из организма, вот как источник гемового железа, вот у вас там, допустим, обед говядина, какая-то крупа и чашка салата из свежих овощей залита там льняным кедровым маслом, к примеру. А когда вот теперь есть вкусняшки-то? Можно? Смотри, и ужин. Ужин, допустим, рыбные котлеты, какой-то салат из овощей, там опять же, чтобы получить и белок, и клетчатку, и все вот эти важную историю. Когда есть вкусняшки, я бы тебе рекомендовал вкусняшки не размазывать куда-то в промежутке, в течение дня, а именно вот захотелось тебе твою там печеньку, конфетку, пять орешков, яблочко, что-то, и поставить уже в конце, после твоего приема пищи. Если ты съела салат, клетчатка дает ложное насыщение, создает объем, мало калорий, то есть ее можно съесть много, насыщение получить, уже насытилась, салат съела. Съела потом постные источники белка, тоже всегда дают хорошее насыщение. И когда ты уже вот так вот впитаешься, то в конце приема пищи вкусняшек-то особо и не хочется. То есть да, твой гимнастический голод, как бы охота что-то не хватает, вот порадовать себя, ну съела, но ты, как правило, съешь этого немного, нежели чем будет у тебя другая последовательность. Поэтому последовательность рулит. И поэтому, если ты соблюдаешь норму по белку, норму по клетчатке, есть качественные жиры в питании и так далее, и плюс ты какие-то вставляешь туда, все мы люди, все мы грешные, я не идеальный. То есть вкусняшки не исключены. Да, понятно, да. Илья, спасибо большое вам за беседу. А вам, дорогие зрители, успехов всем на пути стройности и здоровья.